Доброго времени суток, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Андрей Поэт, и это седьмая серия второго сезона. В прошлой серии я забыл вам сказать, что в окрестностях бара мне встретились двое монолитовцев, которые не проявляли агрессии, а наоборот, предложили заработать. Почему бы и нет, подумал я, и согласился. Мне сказали сидеть в районе бара на их чистоте, они должны были сообщить координаты места встречи в ближайшее время. В чем заключалась работа, я не знал, но если мне не понравится, можно будет походя найти, как включить заднюю. Когда закончилась расправа над барменом, я сперва хотел дождаться, пока бандиты свалят, чтобы освободить бармена. Глядишь, и зачтется. Но бандосы не торопились уходить, а меня вызвали по рации монолитовцы. Сказали топать за бар к первому кольцу, мол, там, в первом ангаре и встретимся. Да, подрезали. И, короче, оставили там сидеть. Я еще постоял четко, думал сейчас, братва уйдет, может выпустить, короче, его. Ему там, походу, аптечка нужна, аптечки у меня нету. И бандосы, короче, парочку остались караулить, чтобы его никто не развязывал. Ну, бандосы перед баром. Давно парочка, там сейчас много кого. Ну да, там папахан был. Монолитовцы звали Ирбис. Мы уже были с ним знакомы по первой ходке за периметр. Наверное, поэтому он и предложил мне работу. Его напарница была в маске, имя ее я не знал, но голос показался знакомым. Также мне неизвестно, на кой лят им девушка-новичок по кличке Чудо. Пока мы трепались со стороны бара, откуда пришел я, показались бандиты. Предугадать, что будет, если они сунутся в ангар и увидят там монолит, и меня в придачу было нетрудно. Мне с бандитами сраться было не с руки, поэтому валить надо было их на глушняк, чтобы после игровой смерти забыли, кто их убил, и ко мне не было предъяв. Если хоть кто-то из них увидит меня с монолитом и выживет, все, на черный рынок лучше будет и приходить. Я предложил выйти к ним, меня одного разоружать и пленить не станут, вроде как работаем вместе. А если они решат сунутся в ангар, я их нежданом положу всех одной очередью. Подло, да. А что делать? Это вам не компьютерная игра, где можно сохраниться и попробовать заново. Нет, сейчас перейду. Одесса, прием. Скажи, Либерман просил сказать Одесса. Бандосы разделились, трое пошли к ангару. Сейчас я услышу звуки выстрелов, это и будет команда. И тут-то как ряда, одна очередь и четыре трупа. Блядь, я не хочу вас убивать, но у меня просто нет другого выбора. Вы же сиганете на выстрелы своих товарищей. Нахрена они вообще поперлись в ангар. Но звука стрельбы сзади я так и не услышал. Значит, бандиты прошли мимо и в ангар не сунулись. Знал бы Пахан, как крупным сейчас повезло. Надо сливаться и топать обратно. Пока мы топали по кольцу, я думал, как грамотно слиться, узнал, что бандосы пошли пиздить долг. Те трое у ангара потому и пошли мимо, что в тыл базе должников пошли. А Пахан, композитор, полковник и Либерман пошли в лоб. Блядь, да ведь чё какой-то рукой машет? А расходились тут. Там бандиты с долгом замес. Валите отсюда. Хочешь, с ними попробую. Вы там никого не видели? У меня с ними свои мутки. Они меня не трогают. Если мы разойдёмся... Тогда на 15-й. Да. Давай в лес. А ты как хочешь? По бетонке? Пойдём немножко по бетонке, потом в лес уйдём. Обойдём всю залупу. Я свиту уронила. Не понравилось. Какого вы на 15-й не перешли? Там у меня два кровососа шарятся, блядь, прям буквально вот только-только ушли около меня. А что там не в долговской группе делаются? Я не знаю, что там в долговской группе, там два ососа чашляются, короче. Или контролёр, я не знаю, в масках, короче, таких, блядь. Кто-нибудь, будьте из группы на 15-м канале. Если я от вас отделяюсь хотя бы чуть-чуть. Я же наблюдаю там за всех. Чё там одиночки были? Это не одиночки, это мутанты. Это мутанты? Они прошли туда, вот уже в лес пошли. Я там уже залёг, блядь, они около меня походили, съебали обратно. Они вот здесь где-то могут ходить. Тебе нужны мутанты? Мне нужно, чтобы они встретили, блядь, долговскую группу, которая возвращается от научников, а разъебали её нахуй. Так вот. Если я начинаю стрелять, прикрывайте. Я понял. Я понял. Я понял. Субтитры делал DimaTorzok По дороге на нас напали мутанты. Монолит они не трогают, а нам с новичком пришлось броситься в рассыпную. Я оторвался от мутантов близ бункера ученых и решил наведаться туда, на островую безопасность. В окрестностях все еще где-то бродили кровососы. Что там у ученых, тихо все? Рука одиночка решает серьезный вопрос. Понял. Марион мутантов еле убрался, где-то здесь, в окрестностях ходит. Слушай, а если они реально вот так вот евлены, то есть дурья. Смотрите реально, случайно нашли. Там сосы че-то. И что? А ты куда обманулся? Че, народ? Эй, я с ними не пойду. Че, с вами можно? Да беги, конечно, с ними. Ребят, можно в самом деле с вами от сосочей сгибаться? Блять, вы не съебетесь от сосочей, мы их не убиваем. Я знаю, я хочу с вами уйти. Найдут более слабого, блять, мы убежим. Беги, беги. Пошли, пошли. Че, больше надо? Хули тут делать-то, блять? Блять, блять, блять. Блять, блять. Да, блять. Ах, 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 ах. Блять. Позже мне пояснили, что кровососы около бункера ученых какие-то дикие и атакуют даже группу людей. Все ломанулись бежать кто куда. Но несмотря ни на что я все-таки добрался до монолита. А мы-то и вашего-то откуда, а вышли вот сюда. Ты понял, да? Так вы живые? Да? Да. Мы как-то, мы умудрились его, мы минное поле обойти. Ну все, мы все умудрились обойти. И минное поле, и черную речку. Молодцы. То есть у меня было предположение, что... Тебя не сожрал? Нет. А как вы нашлись потом? А ты еще не отвечал, кстати. На каком? На 15-ом? Блять, я забыл. Ах, 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 ах. Ах, 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 ах. Ах, 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 ах. Нет, нет, она уходит с нами. Ребята, отпускаем. Я ей помогу найти военных. Вот. Мне нужно облом. Найдем облома. Я понимаю, да, что вы и с вами были. Да, и здесь вы не были. Мы не самоубийцы. Вот так вот пройдите. Да мимо свободы мы нормально пройдем, договорившись с ними. Пойдем. Тебе удачи. Ничего, увидимся. Свобода, ответьте по этому прием. Я с новичком трусь около вашего кольца. Не шмальните случайно. Сейчас мимо будем проходить по бетонке. Все, идем спокойно. Самое главное, зачем же мы топали через всю зону к барьеру? Затем, что нас подписали помочь на какой-то ритуал в полночь. Монолитовцы нормально заплатили деньгами и аптечкой. А чуду нужно было найти командира военных Вессона и убедить его отдать какую-то особенную пулю. Зачем? Да хрен его знает. Я в чужие дела не лезу. С военными, если не забыли, у меня хорошие отношения. Поэтому я по просьб Ербиса взялся помочь. Но об этом в следующей серии. С вами был Андрей Поэт. До новых встреч. Продолжение следует...